Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Пожаром нет. На заседании Кабинета министров Республики обсудили введение противопожарного режима. Сносить нельзя оставить. В Чебоксарах решили судьбу более 300 уличных торговых объектов. Экскурсии под звон колоколов. Музей при Чебоксарском храме новомучеников и исповедников российских стал лауреатом конкурса «Православная инициатива». С 7 мая в Республике будет установлен противопожарный режим. Какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности, обсудили сегодня на очередном заседании Кабинета министров. Об этом и в других вопросах повестки дня. Сюжет Дмитрия Ковалева. По прогнозам синоптиков, недавний снегопад показал всем, что к ним лучше прислушиваться, в республику придет аномальная жара. Чтобы свести на нет лесные пожары, будет введен запрет на разжигание костров за пределами специально обустроенных зон. Глава региона отметил, что сотрудникам МЧС необходимо провести профилактические беседы с жителями частного сектора. Именно здесь чаще всего возникают пожары из-за бесконтрольного пала сухой травы. Ежегодно в стране по этой причине возникают тысячи пожаров, в том числе переходят на лесные, переходят на населенные пункты и сотни потерянных жизней. На территории Чувасской республики с каждым годом они уменьшаются. В 15-й год было 188-16-835 снижение на 23,3%. Первомайские праздники уже на носу, потепление уже идет, народ поедет за Волжье, отдыхать там, прогуливаться. Вот здесь все службы у нас уже по готовности подготовлены, имеют готовность номер один. Экстренные службы в праздничные дни будут дежурить в усиленном режиме. Патрулировать леса намерены с помощью беспилотников, которые недавно приобрела администрация города. На Первомайскую демонстрацию уже хотим их вывести, проходят испытания. Ну а в рамках взаимодействия со структурами необходимо будет подписать соглашение, подписать регламенты, потому что каждый вылет беспилотника согласовывается. Бороться с огнем спасателям помогут и добровольные команды. Сейчас в республике на общественных началах действует немало пожарных дружин. В Госкомитете предлагают расширить меры поддержки добровольцев. Предлагается распространить систему оказания государственной поддержки на работников добровольной пожарной охраны. Практически во всех сельских поселениях добровольная пожарная команда создана, и они оказывают нам помощь как профилактическую, так и реальную по обеспечению пожарной безопасности. В республике намерены поддержать и преподавателей национальных языков. Тем, кто подготовит финалистов и призеров Олимпиад, будут выделены гранты. Размеры денег по очереди педагога, подготовившим победителей и призеров межрегиональных международных олимпиад, школьников по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литературе и мордовскому языку и литературе, по 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Уже за рамками повестки дня Михаил Игнатьев подвел итоги презентации республики в Министерстве иностранных дел. С потенциалом Чувашии познакомились представители более 90 дипмиссий. А это серьезный шанс заинтересовать зарубежных инвесторов. Когда есть проекты, эти проекты надо представлять. Надо презентовать на всех тех форумах, на всех тех площадках, которые есть. Поэтому к мероприятиям нам надо готовиться. Уважаемые министры, это ваша задача, первостепенная задача. Вы, выполняя свои функциональные обязанности, должны заниматься привлечением инвестиций. Послы некоторых стран уже планируют приехать в Чувашию с официальными визитами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. 20 лет исполнилось в контрольно-счетной палате Чувашии в Доме правительства. К этой дате приурочили заседание Совета контрольно-счетных органов Чувашии. Более 54 миллионов рублей возвращено в бюджеты разных уровней за 20 лет. Такую цифру озвучила на заседании Совета председатель контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Арестова. Она отметила, что за эти годы проведено почти полторы тысячи контрольных экспертно-аналитических проверок. Роль контрольно-счетных органов в решении ключевых задач, направленных на защиту экономических интересов республики, трудно переоценить. Основной задачей на 2017 год остается необходимость соблюдения финансовой дисциплины. От вложенных бюджетных средств, приоритетные проекты в здравоохранении, образовании, дорожном хозяйстве и ЖКХ обязательно должна быть отдача. Вопросом безопасности повышенное внимание. Сегодня прошло совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба. На заседании обсудили реализацию республиканского плана мероприятий противодействию идеологии терроризма. Один из вопросов – повестки обеспечения безопасности мест летнего отдыха детей. Министр труда и социальной защиты Чувашской республики Сергей Дмитриев отметил, что в 2017 году в реестр включены 465 организаций отдыха и оздоровления детей. Глава республики Михаил Игнатьев обратил особое внимание, что необходимо обеспечить их квалифицированной централизованной охраной и улучшить систему подготовки вожатых. В ходе совещания также рассмотрели вопросы безопасности объектов транспортной инфраструктуры при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Повторно проголосовали за снос ряда киосков и ларьков, внесли изменения в правила благоустройства города в части наружной рекламы и приняли в свои ряды нового депутата. Так прошло 19-е очередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Предлагаемые изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, ларьков и киосков вызвали ажиотаж на прошлом заседании городского собрания и раскололи депутатский корпус на два лагеря. Напомним, что сносить предполагают 307 объектов. Те, кто за, делали акцент на внешнем облике столицы Чувашии, мол, эти самые киоски явно не красят городские улицы. Кроме того, в них не соблюдаются ряд нормативов. Те, кто против, напоминали коллегам про городскую казну, которая пополняется в том числе за счет владельцев этих объектов. Тогда при голосовании 21 депутат был за снос. Однако, чтобы решение было принято, необходимо минимум 22 голоса. Так что баталии продолжились и сегодня. В итоге несколько человек поменяли решение. Изменения в схему приняты со счетом 26 за, 7 против и несколько воздержавшихся. Совсем другую реакцию вызвал другой вопрос, тоже о благоустройстве Чебоксар. Речь про изменение правил размещения наружной рекламы. Сейчас прописываем в первую очередь уточнение касающейся вывесок и наружной рекламы. Мы сейчас упорядочим, как вывеска должна быть там на определенном фасаде расположена, где должна быть определенное расстояние от, до, там вот такие вот вещи. Кроме всего, у нас есть историческая часть города, есть объекты культурного наследия, где не должно быть вакханалии среди предпринимателей, которые как бы захотели, такие сделали бы наружную рекламу или там вывеску. В этой части тоже очень четко все прописано. Здесь проголосовали за принятие единогласно. И еще в депутатском составе замена на место Константина Степанова, который стал депутатом Госсовета Республики, пришел коллега по партии Эдуард Петров. Подробнее о заседании в четверг, 27 апреля, в программе «Местное самоуправление». Смотрите в 19.30. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика. На майские праздники в Чебоксарах официально может завершиться отопительный сезон. В квартирах перестанут топить, если среднесуточная температура в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия сложатся уже к 1 мая. Глава администрации столицы Алексей Ладыков подписал соответствующее постановление. Но руководители управляющих компаний вправе отключить тепло раньше срока, если собственники квартир в доме коллегиально примут такое решение. В Республике стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Уже который год подряд в канун Дня Великой Победы жители России прикрепляют к груди георгиевскую ленточку. Это как память, как напоминание о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. За две недели волонтеры Республики раздадут около 100 тысяч ленточек. Вместе с ними впервые выдадут памятки, объясняющие значение георгиевской ленты. Получить символ праздника можно возле остановок общественного транспорта в парках и скверах на центральных улицах городов Республики. Политические репрессии стали одной из самых трагичных страниц ушедшего столетия. Изменить прошлое нельзя, но в наших силах помнить о невинных жертвах. В Национальной библиотеке состоялась презентация третьего тома книги памяти жертв политических репрессий. Она посвящена раскулаченным крестьянам, советским военнопленным и гражданам, депортированным по национальному признаку. В разряд кулачство попали далеко не всегда собственные кулаки, но и те, кто был зажиточным, просто зажиточной семьей середняцкой для выполнения контрольных показателей. Том включает в себя больше 6000 имен и практически около 1500 семей. Это далеко не все, кто попал в списки раскулаченных, но это те, кто потом впоследствии был признан жертвами политических репрессий и получил соответствующие справки. Большая часть тиража, которая составила более тысячи экземпляров, будет передана муниципальным библиотекам и станет доступной всем желающим. Стоит отметить, что далеко не все оказались на страницах книги памяти, поэтому работа над следующими томами продолжится. Музей при Чебоксарском храме новомучеников и исповедников российских стал лауреатом конкурса «Православная инициатива». Церковное издание 17 века, иконы, одежда священнослужителей и даже восстановленная монашеская келья. Все три этажа музея-библиотеки посвящены истории Православной Церкви по Волжью. В отличие от большинства музеев, экспонаты здесь можно потрогать, а в старинных интерьерах сфотографироваться. Здесь постоянно проводят экскурсии для детей. Молодое поколение особенно чутко к Слову Божьему. Да и обычное детское любопытство тоже никто не отменял. Наши музейные колокола, которые предназначены для того, чтобы каждый экскурс сопровождался колокольным звоном. Проводим небольшие мастер-классы. Обучаем звоном колокольного колокольного звона. Чуткое внимание сотрудники музея уделяют детям с ограниченными возможностями. Незрячие и слововидящие ребята могут узнать больше о церковном мире с помощью тактильных картин и игрушек. Они приходят с каким-то ожиданием, а уходят они, я даже скажу, что, наверное, духотворенные. Меняются. И когда подходят к школе, они говорят, Марина Юрьевна, что такое случилось? Что-то почему-то так хорошо-хорошо. Несколько залов в музее пока пустуют. В них планируется проводить мастер-классы по иконописи и вышивке. Большую роль в создании музея сыграл настоятель храма Архимандрит Гурий. Он передал в дар иконы и клинги, хранившиеся до этого дома. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика. Хоккейный клуб Чебоксара завершил игровой сезон товарищеским матчем с казанским барсом. Спортивное мероприятие на Чебоксара-арене началось с грандиозного шоу, в котором приняли участие игроки обеих команд. Яркие и зрелищные моменты игры не оставили равнодушными 5,5 тысяч зрителей. Страсти кипели и на зрительских трибунах, и на льду. Не обошлось без травм. Игрок под 74-м номером Сергей Иванов был госпитализирован с повреждением челюсти. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу барса. Национальное телевидение Чуваши вело непрерывную трансляцию матча. Повтор игры можно увидеть в нашем эфире уже в майские праздники. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. В законодательство Российской Федерации постоянно вносятся изменения. Они напрямую влияют на нашу жизнь. Компания Гарант давно уже является одним из основных экспертов в области права. Специалисты всегда в курсе готовящихся нововведений. Одно из последних законов выдачи электронных больничных листов. В соответствии с ним, с 1 июля текущего года бумажные и электронные больничные листы в России получат равную юридическую силу. Однако отмечается, что выдача электронных листков нетрудоспособности не будет повсеместной и обязательной. Регионы начнут выдавать электронные больничные по мере готовности. Предполагается, что по новой системе сначала заработают крупные медучреждения и крупные работодатели. В рамках пилотного проекта электронные больничные уже выдают некоторые медучреждения Астрахани, Крыма, Белгорода и Москвы. Еще одна обсуждаемая тема – введение праздничного дня по случаю Пасхи. Во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, уже многие годы является выходным днем. Депутаты Государственной Думы предлагают сделать это и в России. Разработчики закона проекта предлагают установить новый нерабочий праздничный день – Светлый пасхальный понедельник, который будет следовать после празднования Воскресения Христова. Для этого планируется внести соответствующие изменения в статью 112 Трудового кодекса. Предполагается также определить конкретные даты празднования Светлого пасхального понедельника до 2050 года. И третья – весьма важная тема. Круг льготников по уплате взносов на капитальный ремонт могут расширить. С такой инициативой выступила Мурманская областная дума. Законопроектом, в частности, предполагается предоставлять льготу пенсионерам, совместно проживающим с инвалидами первой и второй группы, неработающими несовершеннолетними родными и приемными детьми, в том числе детьми-инвалидами. В настоящий момент оплату капремонта компенсируют следующим образом. В размере 50% – одиноким пенсионерам и пенсионерам, живущим в семье совместно проживающих пенсионеров, достигшим возраста в 70 лет. В размере 100% – одиноким пенсионерам и пенсионерам, живущим в семье совместно проживающих пенсионеров, достигшим возраста в 80 лет. Ранее в Госдуму был направлен законопроект, нацеленный на освобождение от взносов за капремонт всех, без исключения пенсионеров. Дарина Игнатьева, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом «Юрат». Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды, всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат». Милые дамы, Сержинетти представляет новую стильную модную коллекцию. Ваш яркий, неповторимый образ начинается в Сержинетти.